Важная персона Эфир канала РНТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Анапа в шоке. 20-й юбилейный фестиваль киношок шокировала напчан своим размахом. Открытие фестиваля праздновал весь город. А младший брат киношока, киномалышок, открыл конкурс детского кино. Массовые народные гуляния на три дня захлестнули Таманский полуостров. Здесь прошел фестиваль народного творчества, традиций и обрядов легенды Тамани. Наши снова в тройке лучших. В финале открытого Кубка России по пляжному волейболу команда Анапского Волеграда взяли второе и третье места. 20-й открытый фестиваль киностран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии киношок стартовал в Анапе. Церемония открытия юбилейного фестиваля была полна сюрпризов. В этот вечер произошло сразу три открытия. Торжественная церемония, проходившая на сцене летней эстрады, впервые за 20 лет транслировалась в прямом эфире нашей телерадиокомпании. Обо всем подробно в репортаже Ксении Платоновой. 20-й киношок Анапа встретила по хорошей примете проливным дождем. Но он не помешал праздничным мероприятиям. От здания администрации глава города Татьяна Евсикова вместе с вице-президентом фестиваля Ириной Шевчук, знаменитым киноактером Владимиром Зельдиным и другими гостями-участниками фестиваля прошла к месту открытия новой достопримечательности Анапы – Звездной аллеи киноактеров. Открывает аллею скульптура символа главного приза фестиваля киношок «Золотой лозы». Далее 11 табличек из бронзы с изображениями звезд и имен выдающихся представителей отечественного кинематографа. Торжественная церемония открытия фестиваля прошла под знаком ВДНК – выставки достижений нашего киношока. Ведущими церемонии стали артисты театра и кино Александра Афанасьева-Шевчука и Михаил Сафронов. Виктор Мережко, который не смог приехать на фестиваль из-за травмы ноги, в своем видеообращении поздравил всех с юбилейной датой фестиваля. Мэр города Татьяна Евсикова тепло приветствовала всех собравшихся в зале. Глава Анапы отметила, что в этом году кроме традиционных встреч в Станице-Гостогаевской, гостей и участников юбилейного фестиваля ожидает сюрприз. Вас ждут в армянских деревнях для того, чтобы тоже показать нашу культуру, которая так многогранна в нашем городе-курорте. Ведь наш город – это город многонациональный. И киношок – это по-настоящему межнациональный праздничный кинофестиваль, с чем я вас поздравляю. В конце своего выступления глава Анапы вручила Ирине Шевчук и заочно Виктору Мережко медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Вице-президент фестиваля была очень растрогана таким признанием и от души поблагодарила мэра города за инициативу создания аллеи звезд и памятника символу фестиваля «Золотой лозе». Спасибо, Татьяна Ивановна, просто вот за это огромное. Мы мечтали, чтобы фестиваль навсегда оставил вот такой зримый след. И наши актеры теперь имеют свои звезды. Перед участниками и гостями фестиваля выступили выпускник Московской академии театрального искусства Владимир Шнитко, певец из Армении Марат Айропетян, певица из Молдовы Нина Цуркану, симфонический оркестр и балетная труппа творческого объединения «Премьера». По традиции вспомнили о великих артистах, которых потерял российский кинематограф в этом году. Зал аплодировал стоя под видеоряд с фотографиями актеров. Заветные слова об открытии 20-го фестиваля «Киношок» в один голос сказали поднявшиеся на сцену представители бывших союзных государств, известные актеры и генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук. Программа «Киношока» в этом году будет состоять из пяти конкурсов – «Полный метр», «Неформат», «Границы шока», «ТВ-шок» и «Киномалышок». Фестиваль объявлен открытым, а это значит, что впереди конкурсные просмотры кинокартин, встречи с деятелями кинематографа и еще много интересного для всех, кто неравнодушен к миру кино. До 20 сентября «Анапа» стала настоящей осенней столицей кино. Ксения Платонова, Роман Карпов, «Анапа. Регион». Сегодня в «Анапе» стартовал еще один кинофестиваль «Младший брат киношока» – конкурс детского кино «Киномалышок». Показы фильмов для детей по традиции пройдут в трех городах – «Анапе», «Новороссийске» и «Тимрюке». Кроме того, в честь юбилея киностудии в «Союзмультфильм» покажут лучшую отечественную анимацию – от классики до современности. Главная особенность «Киномалышка» в том, что оценивать картины будут дети. О детском жюри и киноновинках для самых маленьких – Вадим Родин. Двойной юбилей празднуют в «Анапе» маститые и начинающие труженики киноиндустрии – «20 лет киношоку» и «10 киномалышку». Известный актер театра и кино режиссер Семен Морозов назвал киношок деревом, которое было посажено 20 лет назад и уже в 10 лет дало отросток под названием «Киномалышок». Это исключительно детский кинофестиваль. Выбирать победителей будет компетентное детское жюри, которое возглавит актер Семен Морозов. По его словам, только талантливые дети могут судить о качестве кинокартины. Дети будут решать судьбы профессиональных режиссеров, которые снимают кино, и от них будет, может быть, зависеть, как сложится жизнь дальше этого режиссера. Вот они все, я их всех предупреждаю, ребята, вы очень ответственную миссию на себя взвалили. Выходу каждого из членов жюри предшествовал презентационный ролик о его творческих достижениях, которые подчеркивали, что к мнению этих ребят стоит прислушаться. И вот, под аплодисменты зрителей, «Киномалышок» торжественно открыт. «Юбилейный фестиваль! Киномалышок открыт!» Всем юным судям вручены сертификаты, подтверждающие их полномочия выполнять эту нелегкую и ответственную миссию. В конкурсной программе в этом году пять детских фильмов и два мультфильма. Хотя в прошлые годы картин было больше. Но на то, по словам председателя жюри «Киномалышка» Семена Морозова, есть свои причины. На то, что инвесторы шарахаются от детского кино, как известно, кто от Ладана. Несмотря на, ну, менее чем скромные вознаграждения участвующих, творческих работников, я имею в виду и режиссёров, и постановщиков, и операторов, и актёров. И несмотря на это всё, есть эти люди, бессребреники, я считаю, подвижники, люди, которые, наверное, любят детей, и не могут для них не работать. Хотя потому, что они уверены, что дети будущие, но это аксиома, и они работают на будущее. Открыл «Киномалышок-2011» мультфильм «Три богатыря и шамаханская царица». А 14 сентября в Центре культуры Родина покажут фильм «Слон», главную роль в котором исполнил солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Маленький брат киношока с каждым годом набирает обороты, и вполне возможно, что в скором времени он перерастёт в отдельный самостоятельный кинофестиваль. Вадим Родин, Дмитрий Гладушевский, Анапа-регион. Одним из главных событий Кубани на прошедших выходных стало торжественное открытие в этнографическом комплексе «Тамань» третьего краевого фестиваля народного творчества «Легенды Тамани». Около 60 тысяч человек собрались в музей под открытым небом, чтобы приобщиться к традициям и обычаям российского казачества. В церемонии открытия приняли участие губернатор края Александр Ткачёв, митрополит Кубанский Екатеринодарский Исидор, атаман Кубанского казачьего войска Николая Далуда. Анапскую делегацию возглавила мэр города Татьяна Евсикова. Десятки тысяч гостей из разных уголков страны приехали на Таманскую землю, чтобы увидеть своими глазами легенды «Тамани». Как и планировалось, единственный в России казачий фестиваль прошёл зрелищно и масштабно. Открыл его губернатор Кубани Александр Ткачёв. Два века мы живём по традициям прадедов. Весь год трудились, собирали рекордный урожай и бюджет, строили новые предприятия и дороги, укрепляли порядок и украшали нашу любимую Кубань. А сегодня на Тамани ярмарка. Сегодня праздник у всех, кто работает на процветание родной земли. Парадом флагов ознаменовалось торжественное открытие фестиваля, а после все присутствующие стали свидетелями прошлой жизни кубанских казаков XIX века. В театрализованном представлении были воссозданы обычаи, обряды и быт казачьих семей, познакомиться с которыми можно было и на многочисленных подворьях этнографического комплекса. Хаты, крытые соломой, наречия казаков, одежда, традиционная кухня, весь казачий быт восстановлен с документальной точностью. Во все времена казачья ярмарка венчала трудный год, вознаграждала за тяжелый труд. Традиционные ярмарки проходили в конце лета, в начале осени. Это было своего рода культурным событием для казачек, выходом в свет. Здесь можно было купить практически все, от овощей и фруктов свежего урожая до предметов быта, сделанных, естественно, собственными руками. На скаковом поле лихие наездники демонстрировали боевую выучку умения держаться в седле и лихо орудовать шашкой. И самое главное, что у нас не участвуют спортсмены, профессиональные наездники. У нас принимают участие в скачках обычные казаки наших исторических отделов. На Анапском подворье весело и многолюдно. Здесь всегда радушно встречают гостей. Народные творческие коллективы исполняли казачьи песни, а детям рассказывали сказки о быте казаков. Здесь также можно было увидеть, как из янтарной ягоды получается вино, а в руках деревянного дела мастера обычная полена превращается в причудливые ложки. Самый масштабный фестиваль этого лета закончился. Однако гостям здесь всегда рады и в праздники, и в будни. Татьяна Гладушевская, Дмитрий Гладушевский, Анапа-регион. Валлиград вновь стал центром спортивной жизни Анапы. Там состоялся финал открытого Кубка России по пляжному волейболу. В этих масштабных соревнованиях приняли участие 32 команды, по 16 дуэтов в женском и мужском первенстве. Пляжники России, Украина, Латвии, Белоруссии и Казахстана устроили зрелищную борьбу за титул лучшего. Среди женских команд первое место завоевали Екатерина Хомякова и Анна Возакова, представители волейбольного клуба «Обнинск». Серебро у команды Анапского волейграда Нины Птицыной и Евгению Колвой. Пары из московского клуба «Пэрис Хилтон» Моисеева-Браткова стали бронзовым призером. Мужской финал стал украшением турнира. За первое место боролись команды России и Латвии. Ярослав Кашкарев и Дмитрий Барсук могли взять реванш за поражение в финале чемпионата России у Александра Самойловса, который в этот раз выступал в дуэте с Мартиншем Плавеншем. Они представляли Латвию. Зрители предвкушали интереснейший матч. Их ожидания полностью оправдались. Упорная борьба на песке и накал страстей были достойны как минимум финала Олимпийских игр. В обеих партиях победу одержали представители Латвии. Россияне не смогли обыграть блестяще действующих в нападении защите Латышей. Третье место в открытом Кубке России заняли представители Анапского Волеграда Юрий Богатов и Сергей Прокопьев. Серебряными призерами стали спортсмены волейбольного центра Московской области Ярослав Кашкарев и Дмитрий Барсук. Высшую ступень пьедестала заняли волейболисты Латвии Мартинш Плавенш и Александр Самойловс. Призеры и победители турнира по-настоящему ощутили на себе вкус победы, искупав друг друга в шампанском. Далее информация о погоде на завтра. С ней вас познакомит моя коллега Татьяна Григорьева. Ровно через минуту рекламы. Не переключайтесь. «Голден Леди» в Анапе представляет новый магазин модной домашней одежды для настоящих леди. Скоро открытие. Анапа. Ленина, 15. В эфире телевидение «Анапа. Регион». Прогноз погоды на 13 сентября. Здравствуйте. Партнер выпуска – магазин «Голден Леди». Это отличный выбор модной домашней одежды для настоящих леди. Скоро открытие нового магазина по адресу Ленина, 15. Завтра в Анапе ясно, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью термометры покажут 16-19 выше ноля. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. И это вся информация о погоде. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. И это вся информация на сегодня. Далее реклама от наших партнеров. Салоны подарков «Важная персона» и салоны мебели «Ксюша». А как будут развиваться события дальше, узнаете завтра, как обычно, в 19.30 на канале РЕН-ТВ. Я с вами прощаюсь. Удачи и до свидания. ВАЖНАЯ ПЕРСОНА ВАЖНАЯ ПЕРСОНА Мы побывали во всех уголках мира и выбрали для вас только самое лучшее. Салон мебели «Ксюша». Город Анапа. Станица Анапская. Улица Мира. 2.1.